Сегодня три темы, как всегда, будут иллюстрировать новости и события, которые происходят в нашем городе. Это программа Троеточие, телеканал Сигма. Зовут меня Анна Дробот. Добрый вечер. И мы в прямом эфире следующие 40 минут. Итак, дорогие друзья, я приглашаю вас к диалогу 0800 606 295. Это номер телефона прямого эфира. Сегодня наша вторая тема – это материальная помощь, которую выделяет Мариупольский городской совет для мариупольцев, для которых она требуется. Выделением этой материальной помощи занимается профильная комиссия. Сегодня мы поговорим о том, изменится ли в 2019 году правило ее выделения и кто будет иметь на нее право. Наша третья гостья – психолог. Мы поговорим с ней о том, как построить отношения с уже взрослеющими детьми и попробуем получить практические рекомендации для родителей-подростков. Ну, а наш первый гость сегодня – начальник мариупольского коммунального предприятия «Зеленого строительства» Александр Шульга. Александр Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Григорьевич, ну вот, на мой взгляд, удивительно красивая осень в Мариуполе в этом году. Вы со мной согласны? Да. Мне кажется, что красота, она требует больших усилий. Скажите, пожалуйста, как часто вы проводите проверку или, может быть, это можно назвать словом аудит, тех зеленых насаждений, особенно деревьев, которые находятся возле дорог, возле тротуаров, на пешеходных зонах, возле линий электропередач? Насколько мариупольцы могут быть уверены, что желтеющие деревья – это не только красиво, но и безопасно? Ну, по большому счету, у нас постоянно происходит мониторинг. У нас за каждым районом, у нас есть прорабы, которые постоянно производят осмотр этих территорий, которые закреплены за нами. У нас за зеленостроем, в принципе, закреплены передние полосы, так сказать, возле дороги. В принципе, нам еще помогает комиссия по благоустройству, которая существует в Мариуполе, районные администрации и жители. На все случаи, которые есть замечания, там, просьбы, мы реагируем. За этот год мы практически уже на сегодняшний день произвели обрезку где-то порядка 28 тысяч деревьев. Деревьев, конечно, в Мариуполе порядка 150 тысяч, которые требуют обрезки. Мы в прошлом году за весь год обрезали 35 тысяч деревьев. Сегодня вот уже мы идем, путь того, что доходим до 30 тысяч. Но еще очень много остается деревьев, которые необходимо произвести обрезку. Вот по просьбе жителей, ну и мы видели это, по улице Итальянской находился большой берест. Не знаю, они обращались ко мне на электронку даже и звонили по телефону. Там мы порядка, мы не могли сразу его как бы утилизировать. Там где-то порядка 35 метров. Мы его удаляли два дня. Большой берест, возраст его где-то составлял порядка 60 лет. Хочу еще раз обратиться к нашим телезрителям. Если у вас есть вопросы, кстати говоря, и по обрезке деревьев, вы сможете их задать в течение 80 ближайших минут 0806 06 29 5. Александр Григорьевич, благодаря усилиям городских властей, наш центр города получился очень красивым. Мы увидели шикарную реконструкцию и мы увидели много зеленых насаждений, деревьев, кустарников и цветов, которых раньше не было ни в театральном сквере, ни на Греческой площади. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы уже, каким образом вы сможете сохранить эти растения, каким образом они будут у вас зимовать? И расскажите нам вообще в принципе о том, какие новые растения получил город. Нам бы хотелось знать, что у нас теперь растет. Во-первых, на территории, сейчас вы как видите, прошел день города, и мэр города открыл два больших объекта. Это площадь Греческая и возле театра Большой сквер. Если брать по зеленым насаждениям, значит, на площади Греческой высажено более 170 деревьев, 4000 кустарников. Мы понимаем, как это делать, как ухаживать за... Мы вместе с подрядчиком производили эту работу. Где-то мы учились, где-то они у нас смотрели, как это делать. Я вам хочу сказать, что действительно, в настоящее время, во-первых, мы выходим на новый уровень обслуживания. Потому что то, что мы посадили, требует особого ухода. Это есть и необходимо будет закупать нам новые удобрения, машинки, которые необходимо стричь газон, следить за газоном, чтобы газон не вырастал больше 10 сантиметров. Поэтому за этими участками уже сейчас, в настоящее время, открыты новые штатные единицы, которые будут постоянно находиться на этих территориях. Поэтому мы будем стараться подержать это в постоянном наблюдении и смотреть за порядком на этих территориях. Скажите, пожалуйста, вы сейчас сказали о вот этом шикарном травяном ковре, который у нас появился. Насколько он прочный? Насколько он живучий? И насколько он требует ухода? И могут ли мариупольцы свободно по нему передвигаться, сидеть на нем? Или все-таки надо как-то в соглядке это делать? То, что сейчас высажено зеленое полотно, что на Греческой площади, что в театральном сквере, достаточно хорошая корневая система. Ну, необходимо дать этому газону укорениться. И когда пройдет это год, ну, вот, больше года, тогда можно будет на этой территории, на зеленой траве, находиться, сидеть, как бы, и дети. Ну, вы должны понять, что все, оно должно прижиться. Все-таки стоит поберечь. Поберечь надо, потому что корневая система, которая, она должна пустить более ростки, и тогда, когда она полностью с землей соединится, тогда к травяной покрову ничего не будет грозить. Во-первых, эта трава, она зимоустойчивая, вернее, морозоустойчивая. Мы будем стараться, во-первых, для того, чтобы сохранить зеленую зону, в этом году мы будем обслуживать площадь, пешеходную площадь, не будем использовать соль. Значит, здесь будет использоваться бешофит натуральный. Этот материал не дает побочных эффектов именно к травянному покрытию. Мы продолжим эту тему после телефонного звонка. У нас есть звонок от зрителя. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас не слышим. Алло? Да, теперь слышим. Здравствуйте. У вас есть вопрос? Вопрос, наверное, есть, но все-таки у нас сейчас нет никакой возможности, по-моему, его услышать. Алло, еще раз. Вы меня слышите? Нет, к сожалению, нет. Если вы меня слышите, будьте так добры, попробуйте передать свой вопрос режиссеру, а я попробую его озвучить. Мы продолжим сейчас нашу тему. Я начала спрашивать вас о том, какие у нас новые деревья появились. Скажите, пожалуйста, высажены ли какие-то деревья, которые в Мариуполе до этого момента не высаживались, и мы никогда этих растений не видели? Нет, ну, есть такие, у нас впервые мы высадили сюда, ну, катальпы мы же высаживали, мы в зеленой зоне, мы в прибрежной зоне, там мягкая зона, вот как бы это. И есть такие новые, японская сакура, говорят, есть, да? А это сакура, которая именно адаптирована под нашу, да, под нашу климатическую зону. Здесь порядка сакур высажено, порядка 20-25 штук. Мы попробуем, посмотрим, если в дальнейшем они будут проживаться, мы будем дальше использовать. И если все получится, весной мы сможем наблюдать их третение. Дело в том, что в прошлом году мы получили рекомендации ботанического сада, и теперь все деревья, мы будем, как бы, использовать методику, которую они нам дали, мы будем все зоны, которые будем озеленять, будем использовать эту методику. Напротив городского совета были огромные, шикарные кусты роз. Скажите, что с ними стало? Ну, я вам хочу сказать так. Надо быть честным и объективным. Розы были, действительно, час роз мы высадили, и они час прижились. Мы вот их высадили по улице Куперина, вот, на круге, на выезд на Володарское. Практически из того, что мы посадили, порядка 80% роз прижилось. Надо учесть, что этим розам было до 20 лет некоторым. Поэтому сложность была именно в том, что они уже, как бы, достигли такого возраста, что очень тяжело проживается. Корневая система. А так, в принципе, конечно, сейчас обновленный. Я думаю, то, что мы получили, то, что получил город, я думаю, людей радует. Вы помните, сколько было у нас нареканий от жителей, что мы убираем старые тополя, старые деревья? Я вам хочу сказать, мы убрали на этой площади порядка 40 деревьев, а высадили 170. И в то же время мы заменили те кусты, которые у нас были там, которые не были для людей, как бы, сказать, комфортны. Сейчас зеленая зона, можно спокойно садиться. Нет у нас таких неудобных мест. Скажите, пожалуйста, перед вашим предприятием зеленого строительства, впереди у нас отопительный сезон, очередной осенний-зимний период. Перед вашим предприятием какие стоят сейчас задачи? Ну, мы на зимний период, недавно Вадим Сергеевич проводил большое оперативное совещание подготовки города к зиме. Значит, у нас немножко поменялось направление, мы были закреплены за центральными улицами, в связи с тем, что коммунальное предприятие приобрело новую современную технику. Есть целесообразность эту технику загрузить так, чтобы она работала круглый год. Поэтому пошли на такой эксперимент. В этом году все центральные улицы будут закреплены за коммунальным предприятием «Коммунальник», а мы вместе с «Автодором» уходим, что касается зеленого строительства, мы уходим на центральный и приморский район и будем обслуживать второстепенные улицы и подъезды школам, детсадикам. Вот сейчас идут нарабатывания маршрутных маршрутов. Вместе с райадминистрацией мы проезжаем, смотрим узкие места и, надеюсь, мы справимся с этой задачей. Конечно, это новые маршруты, может быть, для наших машин будет не сильно удобно, но мы постараемся так, чтобы жителям было более комфортно в этот зимний период, чем в прошлые годы. Но когда он подойдет, мы сможем это оценить. Да, потому что в те годы мы просто физически не успевали объездить то, что необходимо сделать. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, нам время переходить к нашей второй теме. Разные страны применяют разные подходы к медицинскому страхованию. В каких-то странах этим озадачиваются государственные органы, в каких-то частные компании, а в каких-то странах пытаются совместить и первое, и второе. Вот в Кадане, например, правительство финансирует медицинское страхование. У многих канадцев есть дополнительная частная страховка. В Великобритании 80% страховки покрывает государство. Что касается Сингапура, там и вовсе очень многие медицинские услуги, либо бесплатные, либо очень дешевые. Но 37% от своего заработка все работающие люди отчисляют в специальный сберегательный фонд, и оттуда уже могут оплачивать и образование, и жилье, и медицинское обслуживание. В Украине деньги на лечение, к сожалению, мы часто собираем всем миром. Это делают благотворительные фонды, это делают волонтеры. Лента Фейсбука пестрит информацией о том, что люди просят помощи. В Мариуполе депутаты городского совета, а именно профильная депутатская комиссия, озадачивается этим вопросом. Выделение материальной помощи чаще всего она идет на лечение. Сегодня у нас в студии гостья Лилия Тихонова, депутат Мариупольского городского совета. Лилия Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Хочу вас спросить, вот днями, буквально днями прошло очередное заседание комиссии, и снова выделялись средства. Скажите, снова ли, как всегда, основная часть этих средств была выделена тем мариупольцам, которые нуждались в помощи на лечение? Это очередная помощь, она ежемесячная, которая выделяется. В этот раз было выделено порядка 453 тысяч. И в этот список, из большого списка, мы рассмотрели 27 человек, которым была выделена помощь. И, конечно же, это те ситуации, которые действительно очень остро нуждающиеся люди. И, опять же, как и всегда, вошли сюда в первую очередь дети. Дети, которые необходимы им сложной операции, и которые родители осилить их не могут. То есть, конечно, это выделяется не полностью сумма, это выделяется какая-то часть суммы, согласно положению, так как положение у нас выработано, и существует сейчас конкретно, которым мы руководствуемся. И входит туда ряд пунктов. И сейчас вот это положение как бы уже настолько совершено, что, в принципе, мы понимаем, сколько мы можем «но» выделить. Но, опять же, опять это человеческий фактор. То есть, в том случае, что если есть какие-то моменты, какие-то моменты особого внимания, мы обязательно смотрим на эти моменты выделения помощи. Скажите, это было последнее заседание комиссии в этом году или нет? Скорее всего, это было последнее заседание. Далее будут подводиться итоги по всем уже выделенным помощям. И то есть, на этот год, наверное, это все. Скажите, пожалуйста, вот сумма, которая была выделена в этом году, составила всего вашей комиссии на помощь Мариупольцам? Ну, это где-то порядка полтора миллиона гривен. Скажите, ваши прогнозы по поводу следующего года? Эта сумма останется на этом же уровне? Она станет меньше, увеличится? И с чем это будет связано? Это будет зависеть от нашего бюджета, который выделяется с местного бюджета. И будет зависеть, какой наш будет бюджет и как мы будем смотреть распределение. Это будет именно выделяться, исходя из того, насколько у нас будет какой бюджет следующего года. Как вы думаете, в следующем году будут ли какие-то новшества в работе комиссии? Будете ли вы использовать какие-то новые подходы или, возможно, какой-то опыт других городов Украины? Вы знаете, у нас довольно неплохое положение выработано, на котором мы сейчас руководствуемся. И, конечно, если вдруг будет такая необходимость, мы, конечно, внесем какие-то коррективы, корректировки в это положение. Но на данный момент, допустим, у нас внесено еще дополнительное положение по переселенцам. Если раньше переселенцы у нас не могли участвовать в помощи, то сегодня, на сегодняшний день, те люди, которые проживают на территории Мариуполя, которые зарегистрированы здесь, мы тоже им оказываем помощь точно так же, как и наши мариупольчанцы. Как часто к вам обращаются именно такие люди? Ну, вы знаете, конечно, в общем количестве они есть, но все-таки больше наших людей, которые болеют онкологией. Скажите, Лилия Валентиновна, вот из всех заседаний комиссии в этом году вы можете привести пример каких-то очень спорных моментов? Без фамилий, конечно. Я знаю, что только голосованием общим выделяются какие-то средства. То есть все члены комиссии голосуют за принятие какого-то решения. Вот были какие-то моменты, где у вас были спорные вопросы? Ну, это рабочий момент, рабочий момент, он всегда существует, понимаете. Дело в том, что действительно очень большая комиссия, и только решением большинства принимается решение. Более того, то, что принято и комиссия рассмотрена, это дополнительно рассматривается еще на депутатских комиссиях. Более того, это потом уже в зале заседания во время сессии утверждается всеми депутатами. То есть это очень такая процедура, очень жесткая, на которой рассматриваются все вопросы за и против о том, как... Понимаете, дело в том, что желающих и нуждающихся намного больше, нежели те средства, которые у нас имеются и выделены из бюджета. По практике предыдущих работы депутатов, то есть не нашего созыва, эти суммы совершенно нигде никогда не фигурировали. Это была сумма совершенно, может быть, в пределах 10 тысяч на весь год. В сравнении, да? Конечно. Очень большое. И на сегодняшний день, так как наши мариупольцы, в общем-то, и мариупольцы, и государство нас оставило, всех жителей сам на сам, то поэтому наш городской совет принял решение все-таки выделять и помогать своим мариупольцам, насколько мы позволительны. Скажите, пожалуйста, а правила выделения этих средств могут измениться в 2019 году? Может быть, нужно будет какие-то дополнительные документы собирать, предоставлять? Там довольно-таки развернутый список, который необходимый. Всегда его можно найти, этот список, и на сайте городского совета, и в подаче документов при любой администрации. То есть приходят люди в администрацию, и там полностью им рассказывают, какой пакет необходимо собрать, помогают, консультируют. То есть там ничего сложного нет, но перечень документов должен быть обязательной. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой процент потребностей мариупольцев покрывает помощь от Мариупольского городского совета, ну, разумеется, из всей той суммы, которая заявлена? Можете сказать? Знаете, это, наверное, очень сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что мы в прошлом году, вот в прошлом году, все заявления, которые были поданы, мы закрыли в начале этого года. То есть заявление 2017-го и даже какой-то хвостик 2016-го, насколько это возможно, мы закрыли в начале 2018-го года. В этом году, к сожалению, вот у нас прошла последняя комиссия, но у нас остался довольно-таки большой список, который мы даже не смогли рассмотреть. То есть желание есть, но возможности не всегда. Но, по вашему мнению, в принципе, сокращать ту помощь, которая сейчас выделяется городским советом, это плохая идея, да? Нет, конечно, это плохая идея, и она, конечно, она возрастает, потребность возрастает людей, потому что у нас социальный уровень все больше падает, медицинское обслуживание тоже падает, вы сами знаете, и поэтому, естественно, люди обращаются. Это последняя может быть какая-то спасающая такая вот нить, которая может помочь, ну, в многих случаях, именно тем людям, которые обратились. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Ну, а мы, дорогие друзья, переходим к третьей теме нашей программы, и я очень надеюсь, возможно, она поможет кому-то из родителей. Итак, я могу вам сказать, что по мнению немецкого психолога Германа Эббенгауза, психология имеет очень большую предысторию и очень маленькую историю. Самые первые упоминания о психологической науке относятся более к чем к 2000 лет назад. Аристотель написал свой прекрасный труд, он назывался «Трактат о душе», ну, и психология в то время была только разделом философии, а все, что было не слишком понятно, считалось, объяснялось тем, что у человека есть душа. Кто из нас не пытался решить свои психологические проблемы? Мы читаем книги по психологии, мы проходим психологические тесты и пробуем применить свои знания, которые получаем даже в отношении тех людей, с которыми общаемся, потому что очень хочется лучше понять друг друга. Я надеюсь, что сегодня, возможно, мы станем лучше понимать своих детей. У нас в студии сегодня психолог Надежда Гирман. Надежда Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Хочу сегодня поговорить с вами, наверное, о самой ранимой, о самой непредсказуемой части жителей планеты, о подростках, об их проблемах и, главное, о том, как мы, взрослые, можем помочь эти проблемы им решить. Ну вот сначала объясните нам, пожалуйста, действительно ли правда, что 12, 14, 16-летние люди воспринимают этот мир и все, что происходит с ними в этом мире, очень остро, ну, как говорят, не по-взрослому. Или, как считают многие взрослые, это происходит только потому, что это нытье, это прымха и, собственно, на это не стоит обращать внимание. Стоит обращать внимание или нет? Стоит обращать внимание, потому что дети, подростки, это особые дети. В этом возрасте ребенок еще не взрослый, но пытается быть им, пытается освободиться от всяких указаний взрослых, потому что этот ребенок в этом возрасте проходит несколько таких вот периодов, как реакция эмансипации, освобождение от опеки, руководства взрослого. Опыта своего нет, взрослый опыт он отрицает. Поэтому родителям особенно нужно быть настолько тактичными, чтобы ребенок мог принять то, что ему советуют. Скажите, ну почему дети бунтуют? Почему, как говорят многие родители, вот они действуют как под копирку, грубят, хамят, делать ничего не хотят, целыми днями играть, компьютер, телевизор, и с трудом воспринимают слово «необходимо» или слово «надо». Вот очень многие родители на это жалуются. Почему с детьми это происходит в этом возрасте? Ну, потому что ребенок хочет иметь какие-то круг своих интересов, то, что не вписывается в картину взрослых. Ребенок неправильно распределяет время собственное, то, что не позволяют ему тоже взрослые. Ребенок в этом возрасте пытается принимать решения, диктовать даже взрослым некоторые вещи, но это тоже взрослым не принимается. Почему дети бунтуют? Зачастую это происходит от того, что взрослые не совсем правильно предъявляют ему то, что хотят. Ну, хорошо. А какие ошибки допускают взрослые, пусть не в воспитании, наверное, в этом возрасте, а уже в общении с детьми? Что мы делаем не так? Что не так? Значит, родители часто бывают и критикуют ребенка, его действия, его поведение. В психологии рассматриваются так. На одну критику должно приходиться не менее пяти вариантов похвалы или поддержки ребенка. Это во-первых. То есть если мы критикуем, мы тут же обязательно хвалим? Нет. Покритиковали и хвалим. Нет, не совсем так. То есть ребенку нужно дать такую поддержку во время общения с ним, чтобы он мог принять то, что мы от него требуем, то, что мы хотим получить в поведении. Ребенку важно расширить картину мира, картину тех моделей поведения, которые могут быть в той или иной ситуации. То есть если ребенку сказать «поступай так, как я хочу», он не примет. А если ему рассказать, к чему приведет его выбор, вот в каждой ситуации есть несколько выборов, к чему приведет каждый из выборов. И сказать «ну ты у меня умный, и ты выберешь, как правильно». Мы уже рассказали, как будет правильно, но он как будто бы выбирает сам. Скажите, пожалуйста, в подростковом возрасте сколько родители должны были бы проводить времени в общении со своими детьми, и на чем должно это общение строиться? Знаете, в любом возрасте, не только в подростковом, в любом возрасте время общения, взаимодействия ребенка и родителей измеряется не в количестве, а в качестве. Можно целый день находиться рядом с ребенком, но не быть с ним. То есть сидеть в телефоне, смотреть телевизор отдельно от ребенка и так далее. Поэтому важно выделить для ребенка столько времени, пусть это будет в день час, полчаса, но чтобы это время было именно уделенное ребенку. Важно в это время организовать какую-то совместную деятельность. Может, это игра в шахматы, в шашки, может, это чтение какой-то литературы, складывание лего, обсуждение или просмотр каких-то фильмов, которые интересны ребенку. Скажите, а подготовка уроков в это время засчитывается? Или это не считается общением с ребенком? Подготовка уроков тоже засчитывается, но очень важно в этот период тоже не перегибать палку родителям. То есть меньше критики, меньше криков в сторону ребенка. Он опять-таки будет бунтовать и отказываться что-либо делать, если общение будет построено таким образом. Ну, все мы люди, мы не роботы. И в какой-то момент отношения в семье могут дать сбой. Они перестают быть доброжелательными, возможно, даже какими-то ровными, гладкими. У нас у всех в семьях бывают конфликты. И бывают такие моменты, к сожалению, когда градус этих конфликтов настолько высок, что ребенок уже не в состоянии обращаться не только со своими проблемами, но и в принципе просто пообщаться, обращаться за этим к своим родителям. Дети, которым 14-16 лет, они уже достаточно взрослые, могут каким-то образом сами принимать решения. И каким образом город может оказать им какую-то психологическую помощь? Есть ли у нас в городе какие-то люди, которым подростки могут обратиться не к родителям, а к каким-то специалистам за помощью? Я скажу, что есть. У нас есть Центр практической психологии в городе. Есть почти в каждой школе психолог. В детских садах есть психологи. Есть психологи в Центре поддержки семьи. Есть сайт такой B17, где зарегистрированы психологи, тоже предлагают свою помощь, свои услуги. То есть есть много таких учреждений, организаций, куда может обратиться ребенок за помощью. Там же помогут и родителям. Там помогут и родителям, но единственное одно, что хотя ребенок обращается самостоятельно, но нужно поставить в известность родителей, что ребенок обратился за помощью. Хочу еще раз обратиться к нашим зрителям 0800-606-295. Это номер телефона прямого эфира. У нас сегодня в гостях психолог. Вы можете воспользоваться случаем, позвонить и задать свой вопрос. Надежда Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот как только происходит какая-то трагедия, мы начинаем оглядываться вокруг, искать виновных. Кто же виноват? Школа или родители? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по этому поводу. И стоит ли искать виновных? Ну, виновных, я считаю, что искать не стоит. Важно, что касается родителей, строить с детьми своими доверительные отношения. Чтобы ребенок не искал где-то на стороне, чтобы ребенок не брал во внимание чужое мнение, а не мнение родителей. Родители — это первые люди, которые помогут, которые подскажут. И если общение будет строиться таким образом, что ребенок вам доверяет, он не будет искать где-то на стороне каких-то друзей, которые поведут его непонятно куда. Или компания. Вы уже сегодня говорили о том, что у нас в Мариуполе можно обратиться к психологам, которые работают в школах. У нас в каждой школе в Мариуполе есть психолог? Я не могу сказать. По-моему, не в каждой. Я точно не могу сказать. Скажите, а вы знаете о том, какая задача у психолога в школе? Ну, психологи школы ведут психологическое сопровождение учебной деятельности школы. Помогают педагогам, сопровождают внедрение каких-то программ. Помогают педагогам и детям налаживать отношения, если есть какие-то проблемы. Помогают детям, которые, возможно, не усваивают материал, школьный материал. Помогают налаживать межличностные отношения в детском коллективе. Ведут сопровождение одаренных детей. У нас один психолог, а детей в школе много. Да. Психологи успевают, как вы считаете? Ну, не всегда всё получается. Поэтому психолог берёт направление работы, основное есть направление работы, проблемы, над которыми он работает. А все остальные направления он сопровождает. Где-то даёт рекомендации педагогам. Не сам лично, а даёт рекомендации, помогает. Скажите, пожалуйста, у психологов в школе существует какая-то ответственность? Вот получилось – хорошо. Ну, не получилось – не получилось. То есть за свою деятельность психологи ответственность какую-то несут в школах? Конечно. Каким образом? Конечно. Значит, у психолога есть, во-первых, функциональные обязанности выполнять, которые он должен выполнять. Так, есть этический кодекс психолога, которым психолог руководствуется в работе. И если нарушаются, допустим, не выполняются функциональные обязанности, это есть взыскание со стороны руководства, в администрации школы. Если нарушается этический кодекс психолога, это тоже изыскание, но уже, скажем так, от ассоциации к психологам, вплоть до административной ответственности в этом плане. Скажите, пожалуйста, а что должно в поведении ребёнка насторожить? Школьного психолога, классного руководителя, родителей. Хорошо, когда ребёнок, ну, как сказать, хорошо, то есть явно, если с ним что-то происходит, у него слёзы, он расстроен, у него истерика, он замкнут и не разговаривает. А если внешне всё, в принципе, происходит достаточно гладко, повседневно, точно так же, как каждый день. Есть какие-то моменты, на которые родители могут обратить внимание, и эти моменты заставят их задуматься, что всё-таки, наверное, что-то не так гладко. Что это может быть? Вы можете привести какие-то примеры? Да, я могу сказать, что если ребёнок, у ребёнка изменилось вдруг поведение, ну, допустим, ребёнок был всегда открыт, контактный, весёлый, жизнерадостный, и вдруг замкнулся. Если ребёнок стал апатичный, безразличен, если ребёнок не обращает внимания на свой внешний вид, если у ребёнка нарушился сон или аппетит, если он стал слезливый, вот это вещи, на которые должны обратить внимание родители, и, возможно, такие проявления есть только дома, но школьного психолога, классного руководителя, родители обязаны предупредить, обратить внимание на их ребёнка, чтобы те тоже в школе понаблюдали за ним, чтобы была такая вот преемственность в работе, связь между школой и родителями. Скажите, проявление агрессии – это защитная реакция ребёнка? Когда бывает защитная реакция, бывает, ребёнок сам по себе накоплено внутреннее раздражение, которое выливается в агрессию. Какая-то неудовлетворённость внутренняя влечёт за собой такое агрессивное поведение. Скажите, пожалуйста, какие вы сейчас можете отметить в поведении подростков вот этого возраста, 12, 14, 16 лет, нюансы, которых, может быть, не было 5 лет назад или, может быть, 10 лет назад? Какие сейчас у детей в этом возрасте есть реальные проблемы? Ну, сейчас хочу сказать, что у детей они стали меньше общаться, и навыков общения, построения отношений, эти навыки, они потеряны. Почему? Потому что дети сидят в телефонах, в гаджетах разных, и общения, живого общения, очень мало. Это такая одна из проблем. Другая проблема, что у детей, нынешних детей, как-то стали размытые границы, больше размытые границы между ими и взрослыми. То есть много хочу, много требую, а обязанностей, как таковых, снизилась ответственность. Вы считаете, у детей должно быть больше понятие «должен», чем понятие «хочу»? Здесь должна быть какая-то, знаете, как равновесие. Нельзя жить только под прессом того, что «должен», но ребенок изнутри, вот это «должен» должно исходить изнутри у ребенка. Он сам обязан чувствовать, где важно, где необходимо выполнять. То есть нет никаких, скажем, поползновений в сторону. Скажите, пожалуйста, родители в этом возрасте должны ли как-то пытаться ограничивать социальные сети, интернет, компьютерные игры? И если да, то каким способом? Если ограничивать это таким каким-то насильственным путем, кроме как со стороны ребенка агрессии, бунта, отказа от любой деятельности не будет. Можно переключить ребенка, вовлечь какие-то кружки, записать куда-то, заинтересовать ребенка этим, самому участвовать, больше внимания уделять ребенка, пойти с семьей погулять вместе с ребенком, что бывает не очень часто. То есть вот такие только моменты, таким путем можно ребенка немножко от этих соцсетей ограничить. Мы сегодня с вами очень много говорили о том, как не нужно поступать родителям и что не нужно делать. У нас осталось буквально несколько минут. Скажите, пожалуйста, могли бы вы дать какие-то практические рекомендации тем родителям, которые нас сейчас смотрят? Практические рекомендации в отношениях, в построении отношений с детьми, может быть, в налаживании тех отношений, которые где-то там уже дали трещину. Учитывая тот момент, что и родители, и дети живут сейчас в очень серьезной нагрузке, в школе, с дополнительными занятиями, с какими-то еще кружками. И в конце концов, мы все живем в 21 веке. У нас сейчас гаджетов вокруг, мы от них не избавимся, мы никуда не денемся от них. Вот какие рекомендации в нынешних условиях вы могли бы дать родителям? Во-первых, все-таки я повторюсь еще, что должны строиться с ребенком доверительные отношения. Самое первое, что очень важно. Следующее. ребенку следует больше доверять в чем-то и помочь сформировать жизненные опоры. Когда вопрос задаешь взрослому, что такое опора, он говорит, семья, дети, жена, муж и так далее. Это внешний опор, это правильно. Но важно, чтобы были сформированы внутренние опоры. Это интересы, это способности, это вера, это надежда, это учить любить. Если вот эти опоры будут сформированы, внутренние опоры, то всякие передряги жизненные ребенок будет встречать и справляться с ними более легко, чем тот, который каких опор не имеет. И нам не стоит, наверное, забывать об этих опорах не только тем родителям, которые выстраивают отношения с детьми, но и нам, взрослым людям. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Программа наша подходит к завершению. И до встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok